А видите, к чему это привело? И, по сути, оценка его каких-то мужских, наверное, качеств была абсолютно верной. Он действительно абсолютно ничтожный человек. Когда он почувствовал, что сейчас я могу это сделать, выстрелить в него и в ответ не получить пулю, он достал пистолет и выстрелил в Анзора. Субтитры сделал DimaTorzok как-то эти вопросы, ну, подобного рода вопрос как-то раскладывать. Он смешной, наверное, чтобы не обидеть, скажу так, он просто смешной. Наоборот, мне кажется, подозрение в том, что люди работают на наших врагов, подозрением этого является то, когда они разделяют между нашими врагами. То есть, это что получается? Путин нам враг, а, например, если Кадыров нам не враг, чиновник Путина, получается нам тогда и Медведев не враг? Нам и нам какие-то... То есть, это как? Вот как в этой схеме понять? То есть, нужно именно Путина критиковать, только Путина. Если ты кого-то другого критикуешь, что это признак того, что ты работаешь на них, у меня наоборот такое впечатление, что те, кто эти мысли озвучивают, как раз они заслуживают какого-то пристального изучения, эти ребята. Какая нам разница, какой представитель этого Кремля, кто бы он ни был, если он относится к той стороне, и ты по нему работаешь, по нему бьешь, то ты, в принципе, в правильном направлении выпускаешь все свои стрелы. А если ты разделяешь между ними, типа вот он это, его не надо, а вот его надо, получается, ты этого выводишь, ты делаешь его своим, или кто он тогда для тебя? Вот Кадыров, он кто? Или в чем там вообще претензия? Или меньше надо в него стрелять, что ли? А кто это опять-таки решает? Как в этом... Где есть какое-то правило? Сколько процентов времени кому уделять? Короче, это смешно. Саламу алейкум, у Кадырова кишка танка претендовать на свободу. Я бы не делал таких оценок. Знаете, у него сегодня может быть кишка танка, но когда там власть ослабнет, у него и кишка станет более толстая, понимаете? У него... То есть он, держа вот эту руку на пульсе, он, соответственно, в какой-то момент может почувствовать какую-то поддержку, какую-то силу. И я вполне допускаю, что это очень даже возможные вещи. Здесь не нужно смотреть на какие-то личные качества человека. Они очень переменчивы. Вы понимаете, что это вот эта ошибка, которую допустил Анзор из Вены, допомилует его Аллах, когда он просто в упор этого Ахтаева, он его за мужчину не считал. Понимаете? Вот почему он поехал с ним навстречу, очень расслабленный, расслабленно себя вел, повернулся к нему спиной, чем открыл возможность выстрелить ему в затылок. Это все из-за того, что он его вообще как угрозу не воспринимал. Вот у него отношение было к нему ровно такое же, как вот к комментаторам написавший, да? Да? У него кишка танка. Вот он точно так же говорил. Да? Ну и вообще, нах, маяц, вот так вот относился. Он не считал его угрозой, не считал, что у него поднимется вообще рука, что он посмеет. А видите, к чему это привело? И, по сути, оценка его каких-то мужских, наверное, качеств была абсолютно верной. Он действительно абсолютно ничтожный человек. Но каким бы ничтожным он ни был, когда тот повернулся к нему спиной, когда угрозой, когда он почувствовал, что сейчас я могу это сделать, выстрелить в него и в ответ не получить пулю, он достал пистолет и выстрелил в Анзора. Поэтому эти моменты нужно учитывать, что человек, каким бы он трусом по своей природе не был, насколько бы у него кишка танка не была сегодня, завтра могут как-то обстоятельства поменяться, и он, у него кишка потолстеет на тот момент. У Кадырова есть все шансы сказать, что он всегда хотел свободы, и он так страдал все эти годы, облизывая Путина, а вот момент настал, и все, можно прыгать на коня. Да? Он это очень легко сделает. Я же говорю вам, ему даже не нужно концепцию в принципе менять. То есть, вот все то, что они сейчас говорят, они будут также продолжать это говорить. Не поменяется ни флаг, ни ничего, ни государственная какая-то символика, ничего не поменяется. Все то же самое, просто немножко сменится риторика. Когда мы с вами об этом говорили, вот полгода назад, я тогда вам говорил, он просто немножко изменит риторику в отношении ушедших героев. То есть, они станут не врагами, не шайтанами и так далее, а людьми, которые тоже боролись, достойно пошли свой путь. Просто немножко, понимаете, изменит свою риторику. И скажет, что путь Ахмата Кадырова было всегда спасение народа. Вот сейчас спасение народа, это значит отсоединиться от России. И вот мы к изменению риторики, мы с вами уже пришли. Риторика уже поменялась. Да, сейчас устами этого Джамбетова. Но это такое прощупывание почвы. Это уже смена риторики. Вы когда-нибудь раньше слышали, чтобы в республике вот так кто-то официально заявил? Я вам сейчас даже пример приведу того, что вы этого не слышали. Смотрите, вы когда-нибудь слышали, чтобы кто-то вот так открыто говорил? Те, кто, значит, боролись и тогда боролись за свободу и сейчас борются. Они все герои, они, значит, всех мы, всех их мы любим и так далее. Раньше вы подобного никогда не слышали. Сейчас это устами Джамбетова говорится. А раньше знаете, как было? Раньше за то, что Руслан Кутаев сказал, что нас выслали в 44-м году не по нашей вине, а лишь из-за того, что мы чеченцы являемся в своей основе мусульманами, и наша жизнь, наши обычаи, наш быт, это все сопоставлено с исламом. Только из-за этого нас выслали, сказал тогда Кутаев. И если бы мы надели бы кресты, стали бы христианами, то нас бы никто не высылал. Такую мысль он озвучил во время круглого стола. Просто за это ему подбросили наркотики, посадили его на 4 года сидеть в тюрьме. Он, кстати, отсидел от отцов. Обратите внимание, то, что он сказал, это вообще мелочь по сравнению с тем, чтобы оправдать Басаева, например, сделать дуа за Басаева, за Гилаева, сказать, что все те, кто боролись против России, а эти же люди боролись непосредственно против Кадырова, уже Кадыров-то был на стороне России, делать за них дуа, вы представляете, это вообще тяжкое преступление по сравнению с тем, что сказал Кутаев. Кутаев, он просто, то, что он сказал, его мнение, оно противоречило сказанному до этого Кадыровым. Кадыров до этого заявил на 23 февраля, что нас выслали по нашей вине, что мы сами виноваты в этом. И то, что сказал Кутаев, просто противоречило этим словам. Нет, он сказал, мы не виноваты. Нас выслали только из-за того, что мы чеченцы и мы мусульмане. За это его жестко наказали. Вот представляете, насколько риторика поменялась уже? И вы думаете, это просто так произошло? Наблюдайте дальше, наблюдайте. И самое интересное будет наблюдать не столько даже за их риторикой, а за климатом в вот этой чеченской диаспоре, за пределами. За ними вообще пристально наблюдайте, как они будут себя вести. Я уверен, что многие, к сожалению, вот мне не хотелось бы, конечно, это признавать, но многие будут счастливы, рады, очень быстро переобуться, сказать, да, действительно, все, если у вас свобода, значит, свобода. Мы за это боролись, вот мы это получили. К сожалению, такие особи найдутся. Так, и немецкий солдат, германский рейх. Бро, вы слишком много внимания уделяете этим слугам сатаны. Наоборот, лишайте их своего внимания, ибо через него они получают вашу энергию. Они колдуны. Программируйте хорошее будущее себе, жизни тебе, бро. Так, спасибо тебе за совет немецкий. Так, всем, всех благодарю, всех, кто прислали вопросы через Donation Alerts. Все любые темы, которые мы здесь озвучим, точнее, которые я здесь озвучиваю, я их озвучиваю только из соображений того, что это важно. То есть, почему я сегодня поговорил о вот этой смене риторики? Потому что я хочу на это обратить ваше внимание, я считаю это важным. Не потому что отдельных лиц каких-то там, а я считаю важными. Абсолютно, я в упор их не замечал, когда они по Украине гастролировали. Я и сейчас бы их также не замечал, если бы в том, что они говорят, не было бы слов их хозяев, понимаете? Вот что здесь важно. Эти сами, эти люди, да, они абсолютно ничтожны. Но смена риторики, вот эти все эти моменты, их нужно хорошенько отслеживать. Иначе в какой-то момент можно очнуться сторонником Кадырова. Многие могут очнуться и оказаться на той стороне. Чтобы этого не было, чтобы обращать на это внимание, я об этом говорю. Иудов, ты до сих пор ждешь какого-то дня, он спрашивает у Иудова. Это отсылка к одному из моих чатов, голосовых чатов в Телеграме, куда присоединился, зашел тогда Иудов и сказал, мол, я жду одного дня. Он мне угрожал, когда он сказал, я жду одного дня. Я говорит, покажу там видео из своей спальни, что-то там, в общем, угрожал мне. Видимо, до сих пор ждет этого дня. После этого очень много воды утекло, времени прошло, но он все ждет. Субтитры создавал DimaTorzok